Республика Кореи и Россия – страны, географические и исторические, имеющие между собой тесные отношения. Понять тонкое дело Азии можно не только через товарообмен, но и через искусство. Выставка «Вы – свет миру» тому подтверждение. Она объединила 24 произведения искусства корейских и российских художников разных поколений. Это молодые авторы и состоявшиеся мастера. Живопись, графика, скульптура демонстрируют уникальный пласт искусства региона. Мы пытались учитывать те тенденции, которые сегодня есть в корейском искусстве. При всем следовании своей национальной традиции, в хорошем смысле слова, это искусство очень такое чистое по форме, очень такое связанное с какой-то, может быть, технологичностью, в хорошем тоже смысле слова. И здесь надо было насытить выставку работами русских художников, которые, конечно, опираются на академическую традицию. И чтобы не было диссонанса, чтобы не было какого-то отторжения материала. Место для выставки выбрали не случайно. В русско-корейском центре нередко проводят и другие различные мероприятия по культурному обмену в сфере искусства, музыки и даже спорта. Но выставка такого масштаба проводится в Солнечном впервые. Здесь собрали работы Алексея Филатова, Александра Арсененко, Василия Галактионова, Юн Мича, Джанг Хекима, Кихун Пака и других художников. Выставка стала отдельным поводом для гордости представителя корейской стороны, директора центра Ли Ян Сана. Эта выставка неспроста называется «Вы – свет миру». Название передает идею о том, что свет можно увидеть через искусство, а также послание, чтобы вся планета и город Владивосток развивались в мире и покое. Организовать выставку, в которой участвуют сразу две страны, непросто. В первую очередь возникает вопрос перевозки и доставки картин в целости и сохранности. Поэтому диалог о совместном проекте «Вы – свет миру» завели еще летом. Гость из Сеула Ким Хен Сок – в прошлом и сам художник и участник выставок. Но здесь выступает как организатор. Ким Хен Сок считает, что несмотря на определенные трудности, только через смешение разных культур и поколений отношения Южной Кореи и России будут развиваться. «Этот город просто светится талантами. Каждый художник обладает своим уникальным даром. Выделить одного сложно. Могу только пожелать, чтобы каждый из этих художников смог участвовать на выставках и у нас, в Южной Корее». Выставка продлится до 31 октября. Увидеть картины можно в культурном центре «Солнечный», а заодно и полюбоваться всеми красками осеннего леса. Ольга Продан, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.